В своем докладе как онкогинекологу я бы хотела коснуться не однобоко лечебного воздействия при распространенных форм рака шеек и матки, а использование системной лекарственной терапии в тесной связи, когда она используется совместно или до или после хирургического лечения. Здесь, мне кажется, есть три основных момента использования системной лекарственной терапии при раке шеек и матки. Это момент предоперационной системной лекарственной терапии, это момент одевантной химиотерапии при местно распространенном раке, высокого риска рака шеек и матки и, естественно, лечебная тактика при распространенном рецидивно прогрессирующем раке шеек и матки. В первую очередь в отношении предоперационного использования системной лекарственной терапии предпосылками послужили кохрановские исследования 90-х и 2000-х годов, когда вроде бы был продемонстрирован даже лучший результат при использовании неодевантной химиотерапии при местно распространенной опухоли для уменьшения объемов опухоли. И далее пошли исследования в этой связи. Когда сопоставимые результаты двух методов демонстрируются, тогда важность приобретает вопросы качества жизни. И вот в нашем исследовании мы увидели, что если сопоставлять только лучевую, химио-лучевую терапию с комбинированными методами, то по качеству жизни выигрывали пациентки, у которых была использована комбинированная методика. Это послужило толчком к пилотным исследованиям. Это исследование родом из Санкт-Петербурга, Института онкологии Петрова, где в качестве неодевантного лечения использовалось наружное облучение и были получены цифры полного ответа в 7% случаев, частичного ответа в 46% случаев. Это получило в итоге результат в кандидатской диссертации Ольги Алексеевны Смирновой, выполненной под руководством Игоря Викторовича Берлева на базе Института онкологии Петрова в Санкт-Петербурге по использованию адевантной химиотерапии в лечении местно распространенного рака шейки матки. Здесь были взяты стадии 1B2 и 2B распределение по стадиям, вы видите, представлено. И частичный ответ был получен в 73% случаев, полный ответ получен примерно в 10% случаев. Это была кандидатская защищена в 2018 году. Дальше у нас выходят результаты рандомизированного исследования, два огромных авторитетных исследования под первым авторством ГУПТА. Индийское исследование по неадевантной химиотерапии при местно распространенном раке шейки матки от 1B2 до 2B стадии. И исследование рандомизированное контролируемое ОРТС 55994, которое доложено было в 2019 году, тоже эти же стадии заболевания были взяты. И в результате этих исследований было получено, что нет выигрыша от неадевантной химиотерапии в комбинации с лечением местно распространенного рака шейки матки стандартом. Оказывается, химиолучевая терапия при этих формах рака шейки матки. Это было показано по безрецидивной выживаемости. Вы видите, в исследовании ГУПТА 69% против 76% пятилетней выживаемости и ОРТС исследования 58% против 67% и общая выживаемость не различалась статистически. Единственный момент, когда разбор идет по градациям, по стадиям заболевания, основной проигрыш идет за счет распространенного заболевания 2B стадии. Вы видите, на этом графике это результаты ОРТС исследования. Вот в худшую сторону идет при 2B стадии, если используется неадевантная химиотерапия. В отличие от 1B2 стадии, где здесь есть возможность использования. То же самое получили по исследованию индийскому. Тоже при 1B2, 2А2 стадии есть какая-то тенденция возможности использования неадевантной химиотерапии. А 2B стадии, вы видите, конечно, здесь основной метод лечения химиолочевая терапия. В общем-то, так и остается в международных гайдлайнзах. Это Европейского общества рекомендации, что при стадии 1B2, 2А2, ну, в общем-то, обсуждается возможность неадевантной химиотерапии, но это не является стандартом. А при 2B стадии, естественно, это химиолочевая терапия. Хотя, однако, вот, хотела поделиться своим удивлением, когда в 2020 году, сейчас увидела статью в апреле, принятую в печать в нашем любимом и уважаемом журнале китайских коллег, которые инициировали исследование неадевантной химиотерапии при 2B стадии рака шеи и кематки с возможностью использования комбинации неадевантной химиотерапии и радикальной хирургического вмешательства. Ну, вот таким вот образом. В отношении системной лекарственной терапии в качестве одевантного лечения при раке шеи и кематки здесь идет все в соответствии с группами риска заболевания. Однозначно, она необходима при высоком риске, когда присутствует хотя бы один из факторов. Это измененные воздушно-лимфатические узлы, либо это инвазия параметров, либо это опухоль в краях резекции после операции. При промежуточном риске обсуждается возможность одевантной химиотерапии и рассматривается, когда присутствуют хотя бы два фактора. Это лимфоваскулярная инвазия, глубокая инвазия, либо большие размеры опухоли. Что-то из вот этих трех факторов, хотя бы два, если присутствуют, значит, это промежуточный риск и одевантная химиолучевая терапия здесь рассматривается. В отношении низкого риска здесь одевантная терапия не требуется. Это когда присутствует только один из факторов лимфоваскулярная инвазия, глубокая инвазия и опухоль больших размеров. Но вот здесь вот уже не такие же жесткие требования к рекомендации одевантного лечения. Ну и, соответственно, в рекомендациях ЭСГО эти соответствия рекомендации прописаны. И в качестве одевантного лечения используется химиолучевая терапия плюс-минус брахиотерапия. Однако есть момент, поскольку мой доклад посвящен лекарственному терапии, вот в этой связи я и касаюсь этого момента. Здесь есть такой нюанс. В рекомендациях ЭСГО возможно добавление одевантной химиотерапии, то есть системной лекарственной химиотерапии, при наличии высокого риска рецидива. То есть это те перечисленные критерии, хотя бы один из них присутствует, который я показывала вам в таблице на предыдущем слайде. То есть вариант добавления одевантной химиотерапии рассматривается. Как вариант, мне показалось интересным публикация и выступление еще в 2018 году китайских коллег о последовательном использовании системной лекарственной терапии в качестве одеванта для больных раком шейки матки высокого риска. Здесь взят был и высокий промежуточный риск, и вы видите, как схемы лечения были использованы стандартной химиолучевая терапия, как вариант сравнения сравнивалась и лучевая терапия, и как предложено экспериментальное системное лечение. Два курса таксол, цисплатин, дальше стандартная химиолучевая терапия и дальше опять системная химиотерапия. И вот в этом исследовании только, да, можно словами сэндвич его охарактеризовать, но вот у коллег не фигурирует этот термин. В отношении эффективности по результатам беспрогрессивной выживаемости продемонстрирован положительный эффект этой схемы, условно говоря, сэндвич, когда есть высокий риск рецидива. Вы видите верхний график, да, тогда вот этот вариант лечения продемонстрировал выигрыш. По уровню токсичности, как ни удивительно, посмотрите, здесь больше токсичность у схемы химиолучевой терапии, это красные столбцы конкаренхима, химиолучевая терапия, и вот больше профиль токсичности оказался у химиолучевой терапии, и даже меньше у вот этого варианта так называемого сэндвич терапии. Хотя, хочу вам напомнить, еще в 2012 году были опубликованы данные возможности тоже использования системной химиотерапии. Первая фамилия профессора Зихули, когда тоже как экспериментальный рукав использовал системную лекарственную терапию, карбоплатин, поклитоксил и дальше стандартная химиолучевая терапия. И по результатам двухлетней беспрогрессивной выживаемости, пятилетней общей выживаемости, достоверных различий между этими двумя группами не было обнаружено. Единственное, что было различных групп в профиль токсичности. И гематологическая токсичность, посмотрите, была выше даже в группе химиолучевой терапии, а, ну, естественно, алопицей, нейротоксичность была выше в группе, там, где сэндвич терапия, здесь не сэндвич, здесь системная химиотерапия последовательная была использована. И поэтому здесь резюме этого исследования было таково, что последовательная химиотерапия с дальнейшим стандартным облучением больных раком шейки матки высокого риска не продемонстрировала какой-либо существенной пользы для показателей выживаемости, но наблюдался другой профиль токсичности. И этот последовательный режим может представлять собой альтернативный вариант при наличии противопоказаний для незамедлительного послеоперационного облучения. И поэтому вот эта рекомендация Европейского общества онкогинекологов как опция остается, но, на мой взгляд, с оговоркой при наличии противопоказаний для незамедлительного послеоперационного облучения. Еще более крайне дискутабельна возможность системной лекарственной химиотерапии в качестве одевантна для больных местно распространенным раком шейки матки. Тому послужила вот эта публикация 2018 года наших южнокорейских коллег «Мета-анализ», где сравнивается стандартная химио-лучевая терапия с вообще системной химиотерапией. И, казалось бы, так вот на первый взгляд, по вот этим графикам, которые представлены на слайде, в общем-то, как будто бы равнозначная ситуация, что химио-лучевая терапия, что системная химиотерапия. Но, посмотрите, здесь такой вот диссонанс, некоторая однобокость этого исследования. Это в основном японские исследования, также есть корейские и китайские исследования. Все это не рандомизированные исследования, только два включено здесь рандомизированных, австрийское исследование и Соединенных Штатах. Но, посмотрите, с 90-х годов, и даже посмотрите на слайде, невооруженным взглядом, видно большая неоднородность многих из этих исследований. Видите, большой разброс влево-вправо по результатам этих исследований. В общем-то, поэтому, следующий слайд, в международные рекомендации, в частности, американские NCCN guidelines при высоком риске рецидивирования рака шейки матки, это один из критериев, уже перечисляла неоднократно, стандартом является дистанционная лучевая терапия, либо химио-лучевая терапия, плюс-минус брахиотерапия, что соответствует и рекомендациям Европейского общества онкогинекологов. Только при позитивных параортальных лимфоузлах, но при этом, обратите внимание, нет отдалённых метастазов, всё равно рекомендацией является лучевая, химио-лучевая терапия с расширенными полями. И только в случае, если к параортальным есть предообследование ещё и отдалённые метастазы, тогда уже во главу угла становится химиотерапия, и уже здесь только плюс-минус дистанционная лучевая терапия. И таким образом перехожу к лечебно-системной лекарственной терапии, где, конечно же, здесь на первом месте лекарственное лечение. Не буду в детали углубляться вот этих исследований, которые уже давно хорошо вам известны. Единственное, на последнем остановлюсь из инноваций, возможность использования в настоящее время иммунотерапии при лечении рака шейки матки, которое сейчас включено в стандарты и в рекомендации при распространённом прогрессирующем рецидивном раке шейки матки, то есть новая тенденция в лечении, в лекарственном лечении распространённого рака шейки матки воздействия на иммунную клетку, тем самым воздействия уже опосредованно через неё на опухолевую клетку. Здесь представители блокаторы PD-1 рецепторов, блокаторы PD-L1 белков, и продемонстрировала свою эффективность в рандомизированном контролируемом исследовании. По данным Keynote 158 продемонстрировал, в частности, свою эффективность пембролизумаб, который и вошёл в рекомендации по назначению дополнительно при лечении распространённого прогрессирующего и рака шейки матки, поскольку по уровню частичного и общего ответа, вы видите, был достигнут достаточно хороший эффект, это, вы видите, 14% при PD-1 позитивных опухолях, при том, что при использовании только системной лекарственной терапии обычно этот ответ составляет 6-8%. И таким образом эти рекомендации вошли и в российские рекомендации, это Российское общество онкологов и Ассоциация онкологов России. Продолжающееся исследование по иммунотерапии в добавлении к химио-лучевой терапии продолжается, это Дурволюмаб и Атезолизумаб в сочетании с химио-лучевой терапией. И надежда на это сейчас превозлагается. И таким образом, заключая своё выступление, вот, на мой взгляд, ниша системной лекарственной терапии не позиционируется только в распространённых формах заболеваний, но также есть место и в сочетании в каких-то моментах с хирургическим лечением рака шейки матки. Спасибо за внимание. Продолжение следует...